Что, Саня, зачем позвал? Половить, потестировать. Знаешь, у меня сейчас родилась такая мысль, а не попробовать ли нам, так сказать, потестировать по-взрослому. Замутим с тобой батт. А поконкретней? Ну, например, один из нас ловит на приманке Nord Stream Area, другой ловит на любые другие бренды. И потом меняемся и посмотрим, чей результат будет лучше, чьи приманки работают лучше. Проверим, так сказать, боем. Ну, играем как? Ну, как, как обычно. 20 минут, тура 4. Давай попробуем. 4 тура по 20 минут, два, соответственно, тура играем Nord Stream Area, два любыми другими. То есть играешь ты Nord Stream Area два тура. Я два тура играю на блесна других производителей. А потом после двух туров мы меняемся. Да. А на что замажем? Варианты? Можно по классике. Сейчас у нас... Давай мы с тобой это обсудим. Нет, 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 смотри. Сейчас как раз у нас почти зима уже, лед. Так. Ну, на что-то согревающее. А я согласен. Все. Ну что, по рукам? Естественно! А чего дошел прогресс? Готов? Готов. Погнали! Ох, как же руки-то мерзнут. Сейчас опять YouTube. Еще. Максимка, а ты на что? У меня все по-честному. Приманки на данный момент пока у меня те. А ты подтвичиваешь, да? Я просто смотрю, ты... Я его и подбрасываю, я его и сбрасываю, я его и твичу. У меня вот сейчас просто на твич не отзывалась она вообще. Она отзывалась очень на ускорение. Где-то да. Так, что ж поставить? Что ж поставить? Давай вот эту поспробуем. Сейчас как фишку подберу, как Жукова надеру. Но пока как-то получается наоборот. Поклевок очень много. Вот блин! В идее должно бы сейчас клюнуть. Да, мэр. Ну, мне бы хотелось. А у тебя блесна, но что и мэр. У меня все по-честному. Да тогда у тебя просто не клюнет. Если бы. У тебя стоял вот такой вот красивый Морган. 1,7 грамма. Как будет сейчас стоять у меня. И я сделаю все то же самое. Заброс. Один, два, три. И вот увидишь. А ты считать только до трех умеешь или за мной? Я за тобой повторяю. У нас же с тобой батл. Мы все делаем четко. Ааа, Морган! Сработал. Саня, а в чем фишка-то? Как так? Ты 2.0 пока ведешь. Приманка. Наверное. Ну да, с таким-то, с таким-то клевым вообще. Я еще могу и в отрыв уйти, да? Санек. Че? А ты на что будешь? Конкретно сейчас? Да. Феликс. 2 грамма. А цвет какой? Зеленый с белой пупкой и черный с пинкой. А проводка? Не скажу. А горизонт? Вверх. Тот-то еще партизан. Не, ну если мы с тобой в данный момент турнирим. Турнирим, да-да. Я знаю, что приманки такую ты подобрать не сможешь. Потому что просто не имеешь права. Ловит не приманка, ловит руки и голова. Вот руки у меня замерзли. А голова без рук отказывается работать. Гля, что делает? Гля. Вот дает. Феликс. В Gloбе? В шнем-чем-чем-то. А ты же моя краса! Саня, напомни, какой у нас с тобой счет? Ну, пожалуйста. 4-4, пускай будет. Ну, ладно, я сравнял. Ну, давай-давай-давай. Ну, боевая ничья, это тоже неплохо. Ничья, да с чемпионом России. Да для меня это честь. Дай бог. Аааа! Нет! Неу! Сади, запутай, оборви. А приманку-то, Сань, не покажу. Ну, потом. Паршистый. Что, Максим, замерз? Потому что не те у тебя приманки. Ловил бы правильными, быстро бы согрелся. Между прочим, счет-то у нас 5-4. И я очень близко к теплому чаю. Концовочки. Соответственно, вывод какой? Приманки на данный момент пока у меня те. Ну, что, Макс, 5 уже было. Где рыба? Ну, не с первого раза же. Сань, я просто фишку понял? Расскажешь? Ну, а сейчас поймаю и расскажу. Ну, так как у нас дружеский батл, да, Саш? Я рассказываю. Видишь, аэратор? Видишь, такое течение. Надо что? Правильно. Легенькую блесенку. Кидаешь обстримчиком и сплавляешь очень легкую блесну. У меня вообще блесенка там 1 грамм. И уже на выходе она клюет. Классика, Саш. Моргат. Моргат. Вматывай. Опять моргат. 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 Замерз. Ну да. Ну прохладно сегодня. Да конечно, вода и лед. Ну и клев, конечно, сегодня был не очень активный. Приятно, что все-таки удалось поймать. Приятно, что удалось сыграть ничью с чемпионом России. Ну ладно тебе. В упорной борьбе. Мы-то с берега ловили, здесь нельзя тут пройти на катере, тут все про сканировать, в любом случае мы свою рыбу поймали, итог у нас боевая ничья, с чем я вас на самом деле и поздравляю, на самом деле наша дуэль была немножко условна, потому что Александр ловил, как мы уже сказали в начале нашего фильма, на блесны Норстримере, это относительно новый бренд, это бюджетные колеблющиеся блесны, да Саш? Я вам сейчас даже покажу, какая... Да, вот имеет смысл и показать, и рассказать. Тебе какая серия, вот всего у нас в линейке сейчас 4 серии. То есть мне очень хорошо, на самом деле, понравилось, да, это вот, она называется Феликс, 4,3 грамма, то есть очень интересная блесна, во-первых, 4,3 грамма, это значит то, что приманка очень дальнобойная, то есть ее можно применять именно по активной рыбе, и горизонты, как мне это видится, это верхний горизонт, это средний горизонт. Также у Феликса есть еще два младших брата. Да. 2,3 грамма, 2 грамма. Ну у них у всех с обратной стороны вот здесь вот. И 4,3 грамма. Информация пробита. Название, вес, ну и соответственно. То есть, как Александр сказал правильно, 4,3 она больше именно такой по так же активной рыбе, то есть на скоростной проводке, хорошо, стабильно играет, также ее можно с успехом применять именно в стримовой ловле таких же рыб, как галавль, там ясь, форель, хариус, ну все, что водится в небольших реках, ручьях. А Блесенка уже 2 граммовая, льет, соответственно, этот форель, ну все это форель у нас, да, именно по такой немножко пассивной слегка рыбе, где-то так же сверху в толще воды. Что касается моей любимой серии, это безусловно Морган. На мой взгляд, серия просто настолько удачная и дополняет друг друга, то есть в серии 2 веса, 2,4 и 1,7 грамма. И они достаточно разные, объединяет их то, что они очень хорошо работают на самой медленной проводке, это вот Блесна для пассивной форели. Собственно говоря, сегодня я всю рыбу, которую я поймал, всю поймал именно на Морган. Я чередовал 2,4 и 1,7 грамма. Вот так, друзья, секретики-то к концу раскрываются, а я вам все пытал, расскажи, да покажи. Вот на эту Блесну, я, к сожалению, оторвал, вот у Максимки есть, я поймал больше всего, вот это вот под пелес расцветка, матовое покрытие и вот черное с пятнышками. Что касается двух оставшихся моделей, это, соответственно, Трамп, он тоже имеет 2 веса, достаточно широкая активная Блесна. Я ее считаю именно такой, может быть, не разведчик, но именно по активной рыбе она работает очень хорошо. У нее очень размашистая игра, заметная издалека, шумная и работает по активной рыбе просто на ура. И, соответственно, Блесна Рэй серия, в ней всего один вес, я ее называю Блесна Разведчик. Хорошо летит, тоже имеет размашистую, активную работу на средней и высокой скоростях. Именно вот по запуску, по активной рыбе, на мой взгляд, она просто то, что надо. Что касается крючков, все оснащены безбородными крючками, производство в Китае, не будут кривить душой, но это дочка одного известного японского концерна. В общем-то, производство просто вынесено в Китай для удешевления, качество очень хорошее. И плюс по покрытию. Сами они сделаны из латуни, потом идет слой грунтовки, потом идет слой покраски. Краска держится очень хорошо, ну, я серьезно говорю, я, наверное, думаю, что это одни из лучших по долговечности. Ну, и, наверное, самый такой ключевой вопрос, скажи цену. Ронечная цена, планируемая, 185 рублей.